На торжество в сельскую школу собрались жители и гости, ведь памятник установлен не только жителю села, а ветерану Великой Отечественной войны, основателю династии пограничников. Полковник Саиб Садыков прошел войну и вернулся с победой. Родственники вспоминают ветерана с гордостью, ведь Саиб был мужественным человеком, благородным и честным, и свою профессию защищать родину ни за что не поменял. Я скажу одно, он был хорошим бойцом и человеком. Жаль, что его нет. Для молодежи вот пример. Это то, к чему мы должны стремиться. Вспомнить детство и почтить память отца. С этой целью прибыл со всей семьей в родовое село Канад Садыков. Для детей и внуков Саиб Садыков был примером. В семье Канада все пошли по стопам отца и деда. И многие уже отмечены наградами за службу родине. Он готовил нас воинами. С самого начала. Потому что он сам был фронтовик, он был такого крутого нрава, требовательный, дисциплинированный. Сам офицер. Служил на границе. Мы в это время росли. Вокруг нас были только пограничники, никого другого мы не видели. Конечно, жить в семье военного нелегко. Съемные квартиры, регулярные переезды, ночные караулы. Но и в короткие часы нахождения с семьей Саиб Садыков находил время для воспитания детей и говорил, что все делается во благо родины. И все тепло и свое душевное он, конечно, взял от земли южной. Наше воспитание патриотическое тоже от этой земли. И благословенная эта земля, которая воспитала вот такого человека, как наш отец. И мы очень гордимся. И привозим сюда своих внуков, своих детей. В надежде, что они тоже продолжат нашу династию. В школе открыли класс имени Саиба Садыкова, где будут преподавать историю. Это правильно. Ведь память о верном сыне казахского народа, который внес огромный вклад в защиту своей родины, остается в поколениях. Шудин Саидов, Ербал Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.